Лес Одному уголовному делу уже состоялся суд и вынесен обвинительный приговор. Преступник совершил самовольную рубку сырорастущих деревьев породы береза в количестве 10 штук. Общим объемом 8,69 кубических метров. Размер ущерба, причиненного лесному фонду, составил 169 255 рублей. По результатам суда суд вынес обвинительный приговор и дал преступнику полтора года условной конфискации орудия преступления. Плюсом к этому преступник теперь будет обязан возместить и ущерб, который причинил лесному фонду. На плечах лесничек забота не только о лесе, но и о любителях прогуляться за грибами и ягодами. С начала года на территории Звенигородского лесничества заблудились 88 человек. Благодаря поисково-спасательным операциям все они найдены живыми. Помогают в этом случае и вот такие скамейки-навигаторы. Данные лавочки-навигаторы устанавливаются на землях лесного фонда Московской области в целях более комфортного пребывания граждан в лесах. Они ставятся в места, где теряется по статистике большее количество людей для того, чтобы люди смогли без посторонней помощи сориентироваться в каком направлении им двигаться. В основном на каждой лавке также прописаны и координаты данного местоположения. Если человек потерялся в лесу, то находясь рядом с такой лавкой, он сможет позвонить в экстренную службу и сообщить свои координаты. До середины ноября на территории Московской области проводится конкурс среди лесничеств по количеству установленных скамей. Многим людям симпатичные лавочки помогут сориентироваться в лесу, уверены организаторы конкурса.